друзья всем привет сегодня скажу как делать вот такой интересный забор это называется альпийское плетение не знаю почему возможно в альпах очень любят такие заборы возможно кто-то просто придумал название делать такой забор достаточно просто он весьма бюджетные и принципе на одну секцию уходит очень мало времени и материала столбы на которых устанавливается забор сечением 150 на 50 копаются они прямо в землю в конце ролика расскажу как сделать так чтобы дерево не гнило прямо в земле она может без проблем простоять 50 лет и будет прекрасно себя чувствовать но об этом позже столбы вкапывал примерно на 70 сантиметров то есть их высота 190 и примерно 2 600 они были изначально когда устанавливался бетонный забор с улицы брали в аренду бензобур и сразу же под этот забор пробурил дырки пока был бензобур и установил сами столбы то есть они простояли около двух лет ближе к двум наверное и его сейчас дошли руки чтобы этот забор выставить также стоит отметить по поводу того как повели себя столбы в земле за это время достаточно все ровно все красиво то есть вот осталось осталось еще шнурка я ее не удалял и можно посмотреть сверху как вот идет весь ряд столбов погрешность до 5 миллиметров у меня прекрасно грунт у меня песок как уже говорил и песок непучинистый грунт столбы зимой не выпячивает как куда-то в разные стороны выше ниже то есть они прекрасно стоят кто-то делает стык горизонтальных досок по центру столба в принципе это тоже неплохо смотрится но должен быть очень ровный участок в моем случае участок имеет кучу перепадов и поэтому я принял такое решение что с двух сторон от центрального столба прикручиваю брусок 50 на 50 миллиметров а уже к нему монтирую непосредственно сами горизонтальные рейки по центру между столбами у нас также здесь брусок 50 на 50 миллиметров выставляем его вертикально и накручиваем на саморезы наши горизонтальные рейки то есть все достаточно просто монтаже достаточно быстро и сейчас я это дело покажу первым делом беру 4 доски складываю их ровненько между собой и надо их отторцевать чтобы у нас был ровный спил с одной из сторон дальше берем одну из наших торцованных досок идем примеряем между столбами одной стороны убираем ее наш столб и со второй стороны делаем метку миллиметра на 3 4 больше и по этой метке отрезаем все четыре доски соответственно с одной стороны мы уже все оторцевали и со второй стороны выставляем по нашей метке все четыре доски сразу их все разом распиливаем итак первое что мы делаем это первую нашу горизонтальную доску нам надо установить по уровню и прихватить ее саморезами с двух сторон следующий момент вырезал вот такой брусок 50 на 50 высота у них везде одинаковая в моем случае 192 сантиметра то есть я их делаю как и бруски которые прикручены к столбам и с помощью второй горизонтальной доски фиксируем этот столб берем третью доску чтобы окончательно зафиксировать и столб у нас не упал выставляем четвертую доску всего в пролете у меня идет 12 горизонтальных досок соответственно мне надо вырезать еще восемь и просто их накидать без фиксации и и и и и и и все доску как горизонтальные рейки так и столбы и бруски 50 на 50 заказывал на обычном распиле причем с учетом того что рейка у нас идет 15 миллиметров на 15 сантиметров то есть 150 на 15 на 3 метра не взяли дополнительно с меня денег вроде как работы больше но посчитали просто по кубам на экране выведу прикину сколько это на сегодня обойдется но достаточно бюджетный вариант с учетом стоимости железа если его используют в качестве столбов еще со времен постройки дома с помощью наладонного нейлера частые вопросы в комментариях какой же компрессор выбрать для работы с нейлером и для покраски раньше у нас был небольшой компрессор с ресивером на 24 литра и производительностью 230 литров в минуту его с натягом хватало на интенсивную работу компания пит предоставила для обзора компрессор с ресивером на 50 литров и производительностью 206 литров в минуту с его помощью я и красил забор по весу он примерно такой же как и на 24 литра но по комфорту работы приятно удивил порадовало что у компрессора два выхода один из которых можно выставить на определенное давление что очень удобно компрессор отлично себя проявил и займет почетное место в мастерской для всех видов пневмоинструмента ссылку на него оставлю в описании построить свой дом мечта для многих людей часто мы думаем что это сложно дорого и долго думаем что надо строительное образование дорогостоящий инструмент а если скажу что это все не главное а главное это большое желание построить свой дом два года назад мы с другом построили современный теплый каркасный дом 6 на 12 метров не имея при этом строительного образования опыта стройки большого запаса денег и хорошего инструмента доработали в основном по выходным все этапы строительства я подробно снимал и выкладывал на своем youtube канале на тот момент дом под черновую отделку и теплым контуром обошелся всего в 390 тысяч рублей или 6000 долларов с тех времен цены на стройматериалы сильно подросли но и на сегодня это доступные цифры с надежным фундаментом на сваях тисе окнами и наплавляемой кровлей но без утепления по материалам на сегодня выходит в районе 450 тысяч и это стоимость готового дома под черновую отделку вы спросите меня что же надо для того чтобы построить такой дом для этого нужна проектная документация по ней уже построен не один десяток домов разных странах и регионах большинстве случаев это люди такие же как и вы без строительного образования и навыков которые строили в одну каску или при поддержке друзей и жен о том как получить проектную документацию и построить по ней такой дом я делал отдельный ролик ссылка на него появится в верхнем правом углу также оставлю ее под этим видео ну а теперь расскажу как сделать так чтобы дерево у нас простояла более 50 лет в земле и прекрасно себя чувствовала не было ни гнили ни каких-то других факторов которые могут его характеристики ухудшить такие вот открытым небом сверху под дождем под солнцем сделать достаточно просто нужно древесину обработать хорошим антисептиком что такое хороший антисептик существует всего 18 классов эксплуатации деревянных конструкций и часто люди немножко путают идут магазин покупают антисептик первый попавшийся обрабатывают дерево и после этого жалуются что через два-три года оно приходит в негодность но не читают на упаковке при каких условиях этот антисептик можно применять только начиная с 12 класса если не ошибаюсь я на дабличку вставлю на этом моменте все это дело покажу с 12 класса допускается эксплуатация деревянных конструкций при контакте землей то есть с 12 класса если обработать антисептиком этого уровня то дерево прослужит даже находясь земле до 50 лет что касается антисептика которым обрабатывали мы ни в коем разе это не реклама просто хороший антисептик сделать его достаточно просто я как-то делал ролик как сделать его в четыре раза дешевле своими руками чем покупать магазине называется этот антисептик м11 достаточно простые компоненты это бихромат натрия и медный купорос два компонента вот один из столбов простоял в земле около двух лет был он дублирующие и скорее всего был на удаление поэтому сейчас его точно удаляем и посмотрим какое состояние у него подземной части ну и вот его состояние то есть никакой гнили какой он был такой он и остался собственно около двух лет простоял стол в земле могу показать на примере обрезков эти обрезки у нас лежат на улице под дождем снегом уже три года на на четвертый пошел сейчас идет снег с дождем поэтому не намокшие так вот выглядит нижняя сторона где не сухие за три года ни малейшего намека на какое-то разрушение то есть прекрасно себя эти обрезки чувствуют также мне народ неоднократно писал в комментариях что и 7 лет лежат и 10 лет лежат у них в резкие доски под открытым небом после обработки хм 11 и все прекрасно с ними но и на этом у меня на сегодня все подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски потому как youtube скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика даже если вы подписаны если есть конструктивная критика или дополнение пишите в комментариях на все постараюсь ответить понравился ролик покажи это лайком это лучшая благодарность за работу над ним не понравился тогда ставь дизлайк и 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